Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы рады вас приветствовать на страницах нашего тележурнала «Кузбасский ковчег». Сегодня в программе. Ко дню православной книги настоятель Знаменского собора протеерей Владимир Курлюта подарил энциклопедии детям из Кемеровской православной гимназии. О том, как книги могут помочь в духовном поиске, поддержать и научить, подарить тепло и веру в нашей рубрике «Портрет». Священник Александр Гусаков расскажет о таинстве покаяния и о том, как необходимо готовиться к исповеди. Вместе с паломниками из Сибири, посетившими Иерусалим, вы сможете побывать у знаменитого Мамврийского дуба. Место модных электронных ридеров гимназисты выбирают настоящие книги. Поэтому в библиотеке православной гимназии на полках уже нет свободного места. Здесь в ожидании своего читателя собрались авторы со всего света и из разных эпох. Книжкам уже тесно, но для новых соседок все же нашлось место. Ко дню православной книги Знаменский собор подарил православной гимназии города Кемерово собрание тому в Большой Советской детской и православной энциклопедии. Эти книги станут хорошим подспорьем в учебе для ребят. День книги, он тогда объявлен, что он и государственный, и церковный праздник. Для нас это дорого, потому что само Евангелие – это книга, Слово Божие. Ну а сейчас мы, как решили, в Знаменском соборах, если я лично, хотели бы преподнести энциклопедии. И Большую, Полную, Большую детскую энциклопедию, Большую еще Советскую энциклопедию и Православную энциклопедию. Потому что, ну это как бы для школы тоже неплохо, потому что это концентрация знаний всех там. С каждым днем мы все меньше и меньше уделяем внимание книгам. Может быть, печатные издания скоро исчезнут, как с прилавков магазинов, так и из нашей жизни. На переменках ребята из православной гимназии с удовольствием читают. Кто-то журналы и газеты, а кто-то электронные книги. Для меня самое главное – это Библия. Там описана вся жизнь Христа, плюс там все учения, все верно сказанное, все, чему мы должны учиться. Я вот хожу, допустим, на скрестную школу, и мне надо что-то, какое-то мне дают задание. Или сам что-то не понял. Ну вот для себя читаю. Я когда пришла сюда, в эту библиотеку, с ребятами, есть журнал «Нескучный сад» у нас, и там подборка материала есть как раз на эту тему. Есть ли будущее у бумажной книги. И мы вслух прочитали письма домохозяйки, письма православного священника, значит, его мнение прочитали и вместе обсуждали. И очень часто на эту тему говорим. Конечно, никогда не заменят. Судьба печатной книги сегодня драматична. Хорошо, если они пылятся в библиотеке, но бывает, что их просто выкидывают на помойку. Неужели они действительно отжили свой век? Электронная книга, она удобнее. Можно вот там несколько тысяч, как бы, туда, так сказать, закачать и читать ее. Она не мешает ни толстая, ни библиотеку. Ну как бы. Спокойно себе там листаешь и читаешь. Обычная книга создается людьми, руками людей. Ее читает не один человек. Она переходит из рук руки. Каждый оставляет свои духовные какие-то качества, свои эмоции, которые он испытывал при чтении этой книги. И человек, читающий ее, как бы воспринимает тоже эти эмоции. Электронная книга – это бездушно. Просто ты испытываешь свои собственные эмоции. Ну это, возможно, это нехорошо, но все-таки приятнее читать, конечно, обычную книгу. Даже вот сейчас они приходят ко мне и, значит, достают ридеры, устройство для прочтения книг и читают. Как бы вот, ну, понятно, это новое поколение ребята, новый формат, значит, им хочется читать вот с экрана, с такого экрана и все. Но мое глубочайшее убеждение – никогда бумажную книгу не заменит электронный носитель. Сами рисунки, картинки, разве сравнишь? Бумага, запах книги. Все книги дарятся для расширения нашего ума. А духовные книги дарятся еще для расширения нашего сердца. Потому что знание, оно, как Ломоносов еще говорил, что две есть книги. Одна книга – это вот Слово Божие, данное человеку, Слово Божие. А вторая – это вся природа, весь мир. И если мы будем узнавать эти две книги, действительно будем обогащаться. Какой бы ни была судьба книги, вряд ли интернет и другие современные технологии смогут заменить семейное чтение и чтение со старшим наставником. Будем надеяться, что книга, однажды оставленная на книжной полке в библиотеке, обязательно найдет своего читателя. Я все лето хожу в шарфель, здесь все время можно. Православная книга – это, знаете, что-то духовно-историческое, что-то такое, знаете, богатое, витаемое там, знаете, где-то в облаках, если мы так будем говорить банально. И, конечно, книга православная для нас всех людей – это школа наша, это школа знаний, куда мы идем, почерпаем вот эти знания, и уже потом мы и несем их уже людям. К сожалению, роль и значение книги печатной в наше время очень умаляется, к сожалению. Замена компьютерами, замена какими-то там, может быть, другими новыми технологиями, но общение с книгой, знаете, не заменит ничего. Я помню, я еще был совсем ребенком, все мы жили в частном секторе, в заводском районе, и в 60-е годы вот не было телевизоров, ведь даже практически у людей даже не было радио. И люди еще рожденные в те поколения, допустим, в 20-е годы, вот так вот где-то в 15-е, а еще у нас были бабушки, которые из 1800-го, там еще года. Вот, люди-то ведь все тех поколений были верующие люди, понимаете. И определенно вечерами собирались в том или ином доме, ведь посещение друг друга, это как-то, знаете, считалось раньше, вот, и не долгом, а просто как-то, ну, знаком уважения, вот, к той или иной соседке. И вот все соседи собирались вместе там, вот, ну, в основном это были женщины уже преклонного возраста, а вот где они, там, там и мы, ребятишки. Та вот атмосфера детства, вот такая вот потаенная, какая-то такая, знаете, радужная, ну, которую просто вот словами и не передать. Но это было так, было умиленно и тепло для души и сердца всегда. Учился я в пятом классе, и у моего одноклассника, значит, были бабушка и дедушка, были верующие люди, и было, время было трудное, что открыто и не почитаешь, вот, допустим, Евангелие или там какое-нибудь житие святых. А у них был такой на кухне сундук, и не было родителей дома, ведь это было само тайное все. И вот мой одноклассник, он мне говорил, давай посмотрим, что здесь у нас есть. И вот открывали этот вот сундук, и в этом сундуке лежали, вот не поверите, иконы, лампады, книги. И вот первую книгу я прочитал, значит, в пятом классе, она называлась «Священная история». И вот с тех самих пор как-то у меня вот появилось желание читать книги. И вот этот вот именно вот, наверное, сундучок, который был у моего товарища, он и приоткрыл мне духовную жизнь. Книга вот духовная, она меня вот подвигла к вере. Предстояние перед Господом за обиженных и сирых, затруждающихся и взыскующих милосердие Божие, непреложных свидетельств посметных чудотворений Блаженной Матроны набралось так много, что в конце 90-х годов читание подвижницы как бы само собой стало всенародным. Главное не потерять связь со временем, с тем временем, которое у нас было, которое есть и которое будет. И вот именно книга – это то звено, тот стержень, который нас соединяет с прошлыми, настоящими и будущими поколениями. Я очень люблю читать книгу, делать закладочки какие-то, какие-то там делать, может быть, пометки и уже обращаться вот к той или иной странице. Знаете, жить можно без всего. И без книги, и без дома, и без каких-то там благ. Но если мы подумаем, а зачем нам эта книга? Общение с книгой, знаете, не заменит ничего. Добрый день, уважаемые телезрители! Завершается третья неделя Великого Поста, именуемая Крестопоклонной. Церковь же не перестает готовить своих верных чад к достойной встрече Светлого Христового Воскресения, напоминая им о главной цели поста – принесении плодов покаяния. Телепрограмма «Кузбасский ковчег» продолжает беседы по актуальным вопросам со своим постоянным экспертом, настоятелем Домового Храма Кемеровского Епархиального Управления Иереем Александром Гусаковым. Дмитрий Александр, добрый день! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, что же такое таинство покаяния? Одним из самых спасительных средств, которые Господь промыслительным образом оставил нам в Церкви для нашего спасения – это таинство покаяния или исповедь. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Такими словами Господь начал свое общественное служение. Действительно, покаяние занимает особое место в духовной жизни каждого верующего человека. Каким образом необходимо нам приступать к исповеди? Многие думают, что участие в исповеди заключается в формальном перечислении своих грехов. На самом деле это не так. Само греческое слово «покаяние» оно обозначает изменение, буквально переводится. И в новозаветных книгах слово греческое «метаноя» оно переводится как «изменение мыслей». Человек должен решительно вознамериться, избавиться от тех грехов, которые он раньше совершал. Грех – это такое деяние, которое привносит во взаимоотношение между Богом и человеком диссонанс, разделение. И вот покаяние способствует вновь обновлению человеческой души, воссоединению человека с Богом. Я искренне желаю, чтобы каждый верующий человек в дни многодневного Великого Поста не единожды приступил к таинству покаяния, чтобы нам достойно встретить великий праздник Светлого Христового Воскресения. Благодарим Вас, отец Александр. Мы напоминаем, что наша сегодняшняя беседа была проведена с настоятелем домового храма Кемеровского епархиального управления Иереем Александром Гусаковым. До новых встреч! День, когда поломники из далекого сибирского края отправились в город Хеврон, выдался холодным и дождливым. Кузбассовцы, как дети, удивлялись каплям дождя. Удивлялись и радуге, разрезавшей небосклон на темную и солнечную половинки. Удивлялись они даже снегу, вдруг не растаявшему на крыше дома. Город Хеврон знаменит тем, что в его окрестностях растет дуб. Под сенью этого дерева праотец Авраам лицом к лицу встретился с Господом, представшим ему в виде трех путников. Мы сейчас находимся около Дуба Маврийского. Здесь Святая Троица явилась Авраамом. Конечно, сейчас переполняет самые радостные чувства. Даже трудно описать, что мы исподобились быть в таком месте. Прилечаем Тебя живодавче в Христе и чтим все святаго Духа Твоего. Его же от Отца послал Еси божественным учеником Твоим. Знаменитый мамврийский дуб, перетянутый железными обручами, на металлических костылях, окутанный забором с колючей проволокой. Ему уже более пяти тысяч лет. Здесь звучат слова на русском языке, пожалуй, не реже, чем на арабском. Рядом с рассыпающимся Дубом Патриархом возвышается православный храм в честь Святой Троицы. Принадлежит он русской духовной миссии. На русском языке здесь молятся об Израиле, о Палестине, России. А наши вдовы молятся здесь о своих погибших мужьях. Над Палестиной опускается ночь. Звезды закрыты облаками, и в вечернем сумраке мерцают лишь теплые огни окон. И в небо летит молитва. Уважаемые телезрители, нам очень важно знать ваше мнение о нашей телепрограмме. Пожалуйста, пишите и звоните нам. Ждем вас ровно через неделю на страницах нашего тележурнала. Храни вас Господь! Редактор субтитров А.Семкин